Я только что закончил играть в Five Nights at Freddy's Нарушение Безопасности и эту игру. Потому что по какой-то причине эта игра просто такая. И я не знаю почему, но эта игра заставила меня почувствовать. Итак, стоит ли вам играть в эту игру? Ну, я думаю, вам следует. О, подождите, вы думали, мне не нравится эта игра. Нет, я просто очень устал от того, что не спал всю ночь. Мне действительно очень нравится нарушение безопасности ФНАФ, и я настоятельно рекомендую его. Но, к сожалению, в игре много проблем. Обязательно досмотрите видео до конца, чтобы получить особый сюрприз. В противном случае аниматроники придут за вами. Здесь происходит нечто большее, чем вы думаете. Дамы и господа, нарушение правил безопасности Пять Ночей у Фредди официально отменено. Теперь, конечно, это обзор без спойлеров, так что в этом видео не будет спойлеров. Но я покажу кадры некоторых ранних игровых материалов. Итак, если вы хотите абсолютно никаких спойлеров, то посмотрите этот обзор после того, как поиграете в игру. Но если вы хотите получить отзыв перед покупкой игры, то это для вас. Итак, нарушение безопасности ФНАФ в основном, вы знаете, аниматроники находятся на сцене, а у Фредди неисправность. Он падает в обморок и, по сути, портит вечеринку для всех. Один из детей, который находится на вечеринке, в конце концов залезает внутрь Фредди, и теперь Фредди хочет помочь ребенку сбежать. Но, конечно, это игра ФНАФ, а это значит, что вы не сможете сбежать до шести утра. Есть также охранник по имени Ванесса, которая ищет этого ребенка, которого зовут Грегори. Но Грегори боится ее и не доверяет Ванессе. Теперь, когда дело доходит до персонажей этой игры, мне действительно нравятся все персонажи. Я чувствую, что у каждого персонажа есть своя особая индивидуальность. Честно говоря, я думаю, что два моих любимых персонажа — Чика и Рокси. У Рокси, похоже, нет эго, но она похожа на саму. Такой целеустремленный тип, как вы знаете, я лучший, что могу это сделать. Я единственный, кто может это сделать, потому что каждый раз, когда она преследует вас, или каждый раз, когда вы видите, как она разговаривает сама с собой, она всегда говорит «Я лучший». Я собираюсь быть лучшим. Итак, Чика определенно один из самых жутких аниматроников в игре. Ну, в этой игре их называют ботами, но она определенно одна из самых жутких. Ей нравится использовать этот жуткий тон, когда она преследует вас. Она такая, знаете, где вы находитесь. Я отвезу вас обратно к вашим родителям, но то, как она это говорит, очень манипулятивно и немного жутко. И если вы спросите меня, Фредди — самый симпатичный аниматроник из всех. Личность Фредди в этой игре сильно отличается от всех других игр, и особенно в этой, потому что он пытается помочь вам. Очевидно, что в этой игре есть много других персонажей, но я не хочу давать никаких спойлеров. Поэтому, конечно, я сохраню этих персонажей, чтобы вы, ребята, могли испытать их в первый раз. И да, они довольно жуткие. Но вообще говоря, эта история — ваша типичная история ФНАФ. На первый взгляд это кажется простым, но как только вы начинаете погружаться в знания, все становится немного сложнее. Поэтому я думаю, что озвучка аниматроники абсолютно фантастическая. Я думаю, что все, кто озвучивает аниматроников, проделали фантастическую работу. Они жуткие, они приятные, они приятные. Я думаю, что они поступили потрясающе. Теперь главный герой, которого вы играете, как Грегори. Я думаю, что актер озвучки проделал отличную работу, но это просто так странно. Я не знаю, сколько лет Грегори. Я не знаю, действительно ли они в конечном итоге говорят нам, но по какой-то причине для кого-то, кто является ребенком, он кажется намного старше, чем он есть на самом деле. Он, кажется, не так напуган, как должен быть. Я имею в виду, что будут ситуации, когда его будут преследовать, и это будет очень похоже на пугающую ситуацию. А потом он добирается до безопасного места и говорит, «Ну, это было интересно, и это просто так странно». И лично для меня это немного портит атмосферу. Это заставляет меня чувствовать, что я не в такой большой опасности, как того хотела игра, чтобы я был в поиске губернии. Я имею в виду, что это инди-игра. Это совсем не идеальная синхронизация губернии. Я имею в виду, это типично для вас. Вы знаете, когда они говорят, их рты двигаются. Это совсем не идеально. Итак, синхронизация губ — это то, чего можно было бы ожидать от инди-игры. Но я скажу, что по большей части анимация — это одно и то же. Это то, чего вы ожидали. Я не знаю, имеет ли это какой-то смысл, но анимация не самая лучшая. Бывают моменты, когда вы знаете, я просматриваю что-то, или вы знаете, мне нравится что-то активировать, и я просто телепортируюсь к этому. Это немного странно. Анимации определенно не помешало бы, если честно, много работать. Но такие, какие они есть, я определенно видел и похуже. Это не самая плохая анимация, но это определенно вы знаете инди. Вы знаете, это очень похоже на джанки и очень похоже на телепортацию. Теперь я решил включить это в анимацию, потому что я чувствую, что именно здесь игра начинает падать. Немного анимации, потому что первая проблема, которую я заметил в этой игре — это главная проблема, которую я сразу заметил. Значит, есть эти охранные боты, которые в основном патрулируют по всему зданию верно. Вы увидите этих парней повсюду, и они на самом деле не убьют вас сами. Что они делают, так это обнаруживают вас. А потом другие аниматроники, такие как Чика, Рокси и все остальные, они приходят и убивают вас. Теперь это кажется довольно крутым и все такое. Но проблема в том, что аниматроники буквально телепортируются рядом с вами. Я имею в виду, что я буду в этой огромной области, верно? И я вижу только одного бота службы безопасности, и я подбежал к нему, и меня обнаружили. Из ниоткуда Чика телепортировался прямо рядом со мной и убил меня. И еще раз, этот вид убивает погружение для меня. И я чувствую, что это убьет погружение для многих людей, потому что я все понимаю правильно. Вы же не хотите, чтобы вас обнаружили эти боты. Но это становится проблемой позже в игре, когда у них буквально около 10 таких парней в одной области, и это так трудно преодолеть. И поэтому вы умираете примерно 30 раз снова и снова. Потому что в тот момент, когда они вас обнаруживают, появляется Чика или Рокси. Они телепортируются прямо рядом с вами и убивают вас. Но теперь нам нужно поговорить о визуальных эффектах и мире. Поэтому я хотел сказать это прямо сейчас, сразу с места в карьер, качество текстур в этой игре не очень хорошее. Я имею в виду, что издалека мне кажется, что в любой игре на расстоянии вы можете посмотреть на это и сказать, «Эй, это выглядит потрясающе». Но как только вы начнете ближе знакомиться со всеми текстурами, вы заметите некоторые очень размытые и неровные текстуры. Так что да, качество текстуры очень-очень мультяшное, что я думаю соответствует художественному стилю. Но когда дело доходит до фактического качества текстур, графика определенно может быть значительно улучшена. Но я скажу, что с точки зрения реальных визуальных эффектов и общего художественного стиля, эта игра выглядит потрясающе. И лично я считаю, что это одна из самых красивых игр ужасов, по крайней мере, на инди-рынке. Кто бы не решил, что эта игра должна проходить в такой обстановке со всеми этими неоновыми и просто светящимися огнями. Им нужна прибавка. Потому что эта игра выглядит абсолютно фантастически. С точки зрения художественного стиля, потому что я думаю, что неоновые огни действительно задают тон этой игре, это действительно похоже на то, что было так много раз, когда я просто останавливался и просто смотрел вдаль, потому что я такой. Боже мой, это просто великолепно. И локация в этой игре, вся эта область, в которой вы играете, абсолютно огромна. Я нервничал из-за того, что мы собирались играть на очень-очень маленькой площадке. Но нет, когда вы играете в эту игру, это масштабная игра. Как будто там так много разных комнат, так много разных областей, туннелей. Как будто это что-то огромное. Я не хочу ничего портить, но я думаю, что вы, ребята, определенно оцените расположение, которое разработчики решили разместить здесь. Я думаю, что это одни из лучших визуальных эффектов в любой инди-игре ужасов, как я уже сказал. Я имею в виду, я действительно думаю, что неоновые огни действительно задают тон этой игре. Я думаю, что это выглядит совершенно потрясающе. И я думаю, что отражающая поверхность слишком похожа. Вы знаете, она просто показывает вас как вау. Вот так, этот художественный стиль потрясающий. Поэтому, когда дело доходит до разведки, я думаю, что все в порядке. Я ожидал, может быть, немного больше, но я думаю, что это нормально для того, что есть, особенно для игры ФНАФ. Итак, ваш основной источник исследований. Разведка, кроме того, вы знаете основные сюжетные вещи, такие как вот ключ-карта или что-то в этом роде. Это маленькие коробочки для домкратов, которые вы найдете по всей карте. Они дадут вам, вы знаете, напитки и маленькие магниты. И обычно эти вещи дают вам определенные преимущества. Итак, как я уже сказал, ваш основной источник предметов коллекционирования. Вашим основным источником исследований будут в основном эти маленькие домкраты, которые вы найдете, как я уже сказал, по всей карте. И они просто дадут вам несколько случайных предметов, например, вы найдете магниты, напитки и другие интересные вещи. Но за пределами ящиков для домкратов на самом деле мало что можно найти. Я имею в виду, да, коробки с домкратами, а затем основные сюжетные материалы. И это в значительной степени все. На самом деле больше нечего искать. В игре действительно есть линейные цели. Например, вы знаете перейти из пункта А в пункт Б. Например, вы могли бы просто следовать истории по линейному пути. Но дело в том, что эта игра — буквально свободное путешествие. Чтобы вы могли свободно бродить по всему зданию. Иногда вы будете заперты в небольшом помещении. Но вообще говоря, вы можете исследовать все здание и идти, куда захотите. Конечно, определенные двери и тому подобное требуют определенных карточек ключей, или определенного, вы знаете, уровня безопасности. Типа, о, вы должны, знаете ли, быть на 10 уровне безопасности. Но вообще говоря, здесь есть что предложить. Здесь есть на что посмотреть, здесь есть на что посмотреть. И как я уже сказал, вы можете в значительной степени изучить всю карту. Вам на самом деле не обязательно падать. Вы знаете эту историю. Типа, о, я должен идти сюда. Я должен идти сюда. Вы можете пойти куда угодно, пока эта область открыта. Итак, несмотря на то, что в игре есть линейные цели, она бросает вас в эти большие открытые области, чтобы вы могли полностью исследовать их самостоятельно. И я думаю, что только это действительно устанавливает. Я бы сказал, настроение для этой игры. В этой игре большое внимание уделяется ключевым картам и безопасности. Это означает, что практически в каждой области вам нужен определенный тип карты ключа. Или вам нужен определенный уровень безопасности. Например, если вы хотите попасть внутрь, вы знаете Рокси или Чику. Или вы знаете комнату аллигатора, у вас должна быть определенная, вы знаете, карта безопасности определенного типа. Или, если вы хотите попасть в определенную особую зону, вам нужен, знаете ли, пропуск на развлечения или как они там называются. И с этого момента в будущем, если это то место, где я действительно собираюсь поговорить о многих недостатках этой игры. Так что пристегнитесь и приготовьтесь. Теперь в игре есть нечто, называемое терминалами сохранения, которые в основном являются способами сохранения ваших игр. Итак, в игре нет автоматического сохранения. Единственное автоматическое сохранение игры происходит в очень, очень критические моменты, например, в битвах с боссами или что-то в этом роде. Но вообще говоря, если вы хотите сохранить свою игру на протяжении всей игры, на стене будут эти маленькие терминалы сохранения. И по сути, именно здесь вы сохраняете свою игру. Это означает, что если я сохраню свою игру в определенном месте, и если я сделаю весь этот прогресс и не сохраню свою игру с тех пор, как я умру, я возрождусь полностью в этом. Сохраните точку зрения. Поэтому очень важно, чтобы, играя в эту игру, всякий раз, когда вы делаете что-то крупное или серьезное, вы хотели убедиться, что постоянно сохраняете свою игру. Потому что, когда вы умираете, вы возрождаетесь в своем смехе. Сохраните точку зрения. Игра также дает вам эти маленькие часы. И это похоже на мальчика из ямы из Fallout. Вы знаете, потому что именно так вы смотрите на свои миссии. Вот где вы разговариваете с Фредди. Вот что вы. Вы знаете, вы смотрите на камеры, смотрите на карту и тому подобные крутые вещи. И говоря об интерактивности, я действительно хотел бы, чтобы было больше взаимодействия с окружающей средой. Потому что за пределами открывающихся дверей, за пределами сохранения вашей игры и за пределами открывающихся ящиков на протяжении всей игры, буквально нет никакой интерактивности ни с одной из этих частей среды. Я подумал, что я мог бы подойти к автомату с газировкой и пообщаться с ним, и он даст мне немного содовой. И вы знаете, может быть, включите какую-нибудь музыку или «О, я мог бы подойти к этой картине и пообщаться с ней». И может быть, вы знаете, это произведет шум или что-то в этом роде. Итак, игра похожа на гигантский музей, где вы просто играете в игру. И единственное, с чем вы можете взаимодействовать, это сюжетные материалы. И это тот момент в игре, который действительно начал снижать очки для меня, потому что это. Я просто чувствую, что это очень расстраивает то, как это было задумано. Итак, по сути, опять же, есть эта часть, где вы. У вас есть этот диск, вы должны вставить его в терминал. И в этом районе так много патрулей аниматроников, что это даже не смешно. Это начинает больше раздражать, чем пугать. И это проблема в игре, где вы хотите, чтобы ваши игроки были напуганы, потому что вся эта область. Я не испугался. Я действительно начал раздражаться. Я подумал, о боже мой, я собираюсь посмотреть учебник на YouTube, чувак, потому что я не могу этого сделать, и я не ужасен, когда дело доходит до игр ужасов. Игры ужасов такие. Это мое дело, верно. Вы знаете, я люблю игры ужасов. Я вырос, играя в игры ужасов. Я знаю, как играть в игры ужасов. Вы знаете, я не такой уж плохой. Вы знаете, когда дело доходит до этих игр. Я не так уж плох в скрытности. Я не так уж плох, знаете ли, в уклонении и тому подобном. Но эта область была для меня совершенно неприятной. Потому что в этой области буквально было несколько роботов-охранников. И в этом районе патрулировали Чика и Рокси. Теперь это не кажется таким уж плохим. Но когда эти районы открыты, и там почти нет укрытия. И вам приходится просто пробегать мимо этих парней, и по сути рисковать своей жизнью, или рисковать тем, что вас, знаете ли, схватят. Это начинает расстраивать. Я умер по меньшей мере 20 раз в этой области, и в конце концов я понял, хорошо, вы можете убежать от Рокси. Но вы не можете убежать от Чики, и это просто начинает сбивать с толку, и просто не имеет для меня особого смысла. В игре снова есть еще одна часть. Я не хочу портить этих врагов, поэтому я не собираюсь этого делать. Но в основном была часть, где я был мягко заблокирован. Это означает, что я в основном застрял и мог прогрессировать. И мне пришлось намеренно умереть, чтобы возродиться и снова переделать область. И именно то, как была спроектирована эта область, вызывает сильную клаустрофобию, что хорошо в игре ужасов. Но с этими врагами. И я чувствую, что вы, ребята, поймете, о чем я говорю, когда дойдете до этой части. Но есть такие типы врагов, которые буквально преграждали мне путь, и я никак не мог пройти мимо них. И я намеренно должен был умереть, чтобы заново переделать всю эту область. Это как бы подводит меня к следующему пункту. И все тут. В игре есть неясные направления. Теперь в первой половине игры я знал, куда идти, потому что Фредди сказал бы, «О, смотрите, это вы знаете, такое-то и такое-то здание сейчас открыто». И я бы посмотрел вверх и увидел вывеску. «О, это здание, о котором он говорит». Чтобы вы знали, было легко понять, куда идти. Но по мере того, как игра продолжается, она становится очень-очень сложной. А я не из тех, кто легко теряется в играх. Обычно я очень хорошо ориентируюсь, не пользуясь картой. Но по ходу игры, как будто будет такая цель, как, знаете, пойти в комнату Чики. И это похоже на то, «Подождите, там вроде как несколько комнат». Что? О ком они говорят? Это тот самый. «О, подождите, эта дверь заперта». «Подождите, это та самая комната». «О, подождите». Но ее другие комнаты на карте. Это тот самый. И вы начинаете задавать вопросы, и это становится действительно запутанным, потому что игра просто начинает больше не волновать. И они просто такие, «О да, идите сюда». А вы спрашиваете, «Подождите, где была та область еще раз». И вот в чем дело. У вас есть карта, у вас есть камера и тому подобное. Но на самом деле нет никаких отметок. Вам буквально просто нужно исследовать, и в конце концов просто молиться и надеяться, что вы найдете область, которую искали. Итак, у меня процессор 2060 Super i7, 9700K. И эта игра работает плохо. Поэтому я скажу, что у меня вообще не было аварий. Из моих десяти с лишним часов игры в эту игру, у меня не было абсолютно никаких сбоев. Итак, самое худшее в этой игре — это заикание. Я даже играл на средних настройках без записи и заикался на протяжении всей игры. Первым я подумал, «Хорошо, это всего лишь пара заиканий здесь и там». Обычно это происходит, когда игра пытается загрузить большую, открытую область. Но на протяжении всей игры я постоянно заикался. Теперь это был неиграбельный. Вы знаете уровень заикания, но в основном это происходит каждые 30 секунд или каждую минуту. Но это не значит, что это что-то приемлемое. И еще раз повторяю, это совершенно неприемлемо. Это необходимо решить, и это нужно исправить. Как будто вы в основном используете трассировку лучей при таких настройках, как Altra. Удачи! Вы будете играть со скоростью от 15 до 20 кадров в секунду. Это не для вас, я никому не рекомендую играть в эту игру с трассировкой лучей. Так что да, оптимизация невелика, и это наиболее заметно. И самое худшее в этой игре — она ужасна. Итак, теперь мы переходим к аудиозаписи этой игры, и я скажу, что звук — один из лучших, который я когда-либо видел в любой инди-игре ужасов. Я скажу, что музыка в этой игре очень хорошая. Это потрясающе. Это ваш типичный леденящий душу саундтрек типа ФНАФ. Как будто это, это довольно хорошо. И я чувствую, что саундтрек очень запоминающийся и очень заметный. В первый раз вы действительно хорошо посмотрите на Чику, где вам приходится толкать эти банки, чтобы шуметь. Звуковой сигнал такой, о, это как будто это пугает. Я такой, и типа, подождите сейчас. Но музыка в целом совершенно потрясающая. Я думаю, что звуковое оформление очень хорошее. Опять же, мы определенно видели лучшее. Или я должен сказать, что мы слышали лучше от других инди-игр ужасов. Но это игра для того, что она есть для игры ФНАФ. Я думаю, что звуковое оформление очень хорошее, и это может быть проблемой для некоторых людей. Но здесь вообще нет ползунка поля зрения, и это тоже нужно исправить. Лично меня не укачивает, когда я играю в игры от первого лица. Я мог бы играть на нуле, если бы был ВИ. Я мог бы играть на 100. Я мог бы играть в любом поле зрения, и все равно был бы в порядке. Кто-то в обзорах Steam в основном дал какой-то учебник о том, как на самом деле настроить поле зрения. Вам нужно, например, зайти в файлы игры. Но помимо этого в самой игре нет официального слайдера поля зрения. И еще одна проблема с настройками заключается в том, что нет индивидуального способа настроить ваши графические параметры. Вы могли выбрать только самые низкие графические настройки, низкие, средние, высокие, ультра и трассировка лучей. Но теперь нам нужно поговорить об ошибках и сбоях. И это, безусловно, вторая худшая часть этой игры, потому что в ней много ошибок и много сбоев. Итак, первая ошибка, с которой я столкнулся, относится к началу этой игры. По сути, Фредди, у него мало энергии, верно? Он вышвыривает вас, или вы выпрыгиваете из его, ну, знаете, живота, что угодно. И у него мало энергии. И он бежит к этой силовой машине и забирается внутрь. А в соседнем районе я умер. И когда я возродился, Фредди не было в машине. Он просто полностью исчез. Он только что ушел. И что забавно, я на самом деле столкнулся с очень большой ошибкой, нарушающей игру в самом начале игры, я бы не назвал это нарушением игры, потому что это не помешало мне прогрессировать. Но в основном, опять же, без спойлеров. С вашим первым боем с боссом, если вы хотите это назвать, есть что-то вроде аниматроника Sun Moon, против которого вы в основном пойдете. И по сути, я прокинул, вы знаете эти банки или что-то еще, эти игрушки. И он застрял. Он подбежал к куче игрушек, которые я прокинул. И он фактически застрял и не двигался. Я подбежал, вы знаете, к нему. Я подбежал к нему. И в принципе, если вы подойдете слишком близко, он вас схватит. Но если вы просто побегаете вокруг, вы в принципе сможете выполнить свои задачи, и он никогда не сдвинется с места. Еще одна особенность этой игры, аниматроника, проходящая сквозь предметы. Я все время видел, как аниматроники пробегают сквозь стены. Я видел, как аниматроники проходили через прилавки, вы знаете, через так много разных вещей. И еще раз, в битве с первым боссом с аниматроником Солнца и Луны, по сути, я поднимался по горке, а он проскочил и схватил меня через горку. И я был очень раздражен, потому что я собирался победить босса, вы знаете, я собирался выполнить свою задачу. И он в основном протянул руку через слайд. Он прорвался, схватил меня и, по сути, убил. И как я упоминал ранее, когда я шел против Рокси, и она преследовала меня вокруг этого, ну вы знаете ресторана. Да, она тоже застряла. Опять же, я выбежал из ресторана, обернулся, и она телепортировалась за мной. Но она телепортировалась по другую сторону маленького ограждения и, по сути, застряла. И еще раз, еще одна игра ломается, я думаю, довольно смехотворно. Ошибка. А еще в начале игры был момент, когда я прятался в шкафчике, и каким-то образом Чика все же нашла меня. Я думаю, что я не знаю, откуда. Мой вывод таков. В принципе, если аниматроник видит вас, несмотря ни на что, даже если вы убежите за 10 миль, и вы знаете, спрячетесь в шкафчике, и вы знаете, что они не видят вас физически, если они вас обнаружат, они все равно могут найти вас, когда вы прячетесь, что буквально не имеет смысла. Но, конечно, это всего лишь мои мысли и мнения. Что вы, ребята, думаете о нарушении безопасности ФНАФ внизу? Обязательно дайте мне знать. Но с учетом сказанного, я надеюсь, что вам, ребята, понравилось это видео. Я надеюсь, что вам, ребята, понравился этот обзор, и с учетом сказанного я поймаю вас, «Леди и джентльмены» в следующем и успокоился.